Казалось бы, Lightroom нас уже ничем не удивит. Ну вот вышли обновления и надо о них рассказать. Помимо рутинных и обычных обновлений касаемо поддержки новых камер и устранения ошибок, я выделил 5 интересных обновлений. Ну, 3 прям на самом деле достойные внимания и 2 на закусочку. Об этих обновлениях мы сегодня поговорим и я вам очень быстренько, но в то же время подробно расскажу, как они работают и как дополнительно они расширяют возможности Adobe Lightroom. Ну что ж, не будем терять времени и полетели. Первое обновление, друзья, затронуло пресеты. Теперь появился дополнительный ползунок, которым можно регулировать интенсивность стиля. Ну, то есть повышать или понижать воздействие нашего пресета. Итак, снимок. Применяем понравившийся пресет. И теперь видим у нас над пресетами небольшая панель. И здесь эффект можно либо убрать в минус, ну, практически до нуля, тогда полностью интенсивность, ну, или пресета полностью исчезнет. И сделать повыше. Таким образом, при использовании пресетов у нас добавляется множество различных вариантов. Ну, это еще не все. Стиль или пресет с такой интенсивностью мы можем сохранить. Для этого необходимо на сам стиль кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать обновить текущими настройками. Внизу появилась дополнительная функция ползунок поддерживаемого количества. И когда эта галочка стоит, когда эта функция активна, пресет можно переписать с новой интенсивностью. Таким образом, конечно же, у нас добавляются новые возможности. И мы можем понравившийся нам пресет, но который выглядит слишком жестковато, понизить его насыщенность, понизить его влияние на сам снимок. Ну, либо наоборот, если нам хочется сделать побольше, мы, соответственно, можем прибавить. Ну, и никто не мешает еще и доработать эту фотографию, там, например, в базовых настройках или в каких-либо других. Следующее обновление коснулось стилей выделить предмет или выделить небо. И внесенные в виде масок корректировки, наложенные на предмет, либо на небо, можно перенести на несколько снимков. Давайте первым делом я применю какой-нибудь свой пресет. Дорабатывать я его не буду, чтобы не терять времени. И здесь же, в левой панели, у нас есть дополнительные фильтры, которые позволяют нам лучше проработать небо, например, неоновые тропики. Небо в этом случае у нас определилось автоматически. И теперь давайте сделаем слегка посветлее объекты. Нажму я вот сюда свечение. Как вы видите, у меня добавилось две маски. Одна маска — это небо, вторая маска — это у меня выделение вот этих вот объектов. Далее, друзья, я нажимаю кнопочку внизу слева «Скопировать». Как вы видите, у меня появляется окно, на котором нанесены все изменения, которые я могу перенести на следующую фотографию. И здесь у нас справа есть маскирование. Я могу либо обе маски и небо и свечения, либо одну из них перенести на другие изображения. Теперь я нажимаю «Копировать». Теперь я выделяю похожие фотографии, на которые я хочу перенести данный эффект. Ну и давайте выберем еще какую-нибудь фотографию немного с другого места, посмотрим, как алгоритм сработает. Далее, друзья, на кнопке «Синхронизировать» слева от нее есть вот такой вот выключатель. Нужно обязательно нажать «Автосинхронизация». И теперь нажимаем, собственно говоря, «Вставить». Проходит 15-20 секунд времени. И, как вы видите, теперь на моей фотографии везде наложился этот эффект, что, соответственно, сильно ускоряет обработку. И, как вы видите, алгоритм переносит не настроенный эффект на первом снимке, а он просто дорабатывает фотографию с выделением неба и выделением объекта, используя индивидуальный подход, индивидуальный алгоритм к каждому снимку, учитывая его особенности, его там архитектуру и структуру. Третье обновление также позволяет нам работать с масками, но теперь маску можно инвертировать. Вот давайте на этом примере, на этом снимке, куда я наложил свой пресет, я хочу здесь немного доработать локально. Первым делом я выделяю предмет. У меня определяется вот этот объект. Давайте я кликну вычесть, выберу кисть и уберу лишнее, что алгоритм Lightroom определил как единый предмет, единый объект. Мне этого не нужно. Слегка почистим. И теперь поработаем с главным объектом. Давайте я его сделаю слегка посветлее, понасыщеннее. Добавлю резкости, добавлю текстурки, ну и так далее. В общем, на любителя. Теперь мы нажимаем вот здесь вот сверху напротив маски на три точки и выбираем инвертировать нашу маску. Наша маска инвертировалась. Как вы видите, теперь у нас выделен весь фон, а объект остался незакрашенным. И, соответственно, мы теперь можем внести изменения непосредственно на саму фотографию, не затрагивая объект. Вот как вы видите. Поэтому я могу здесь понизить текстуру, убрать четкость и сделать как бы более размытый фон. И как вы обратили внимание, после того, как мы инвертировали маску, все настройки у нас с нашего объекта, с автомобиля, с такси, слетели. Как же нам объединить, чтобы использовать и маску основного объекта, и маску фона? Все очень просто. Нажимаем также на три точки, кликаем дублировать и инвертировать маску. Теперь у нас на нижней маске сохранились все изменения, которые мы внесли на фон, а на верхней маске мы можем доработать выделенный объект. По моему мнению, это очень три крутых дополнения, которые, безусловно, расширяют возможности обработки и ускоряют работу с фотографиями. Ну, еще на закусочку, как я и говорил, есть еще два изменения. Давайте мы тоже на них посмотрим. В новую функцию обрезки добавилась новая сетка. Итак, друзья, выбираем обрезку. И теперь кнопочкой О, не забудьте, чтобы раскладка у вас была на английском языке, выбираем необходимую сетку. И вот в этом наборе, помимо всевозможных разных спиралей, боттичелей и так далее, у нас появилась вот такая вот сетка, которая содержит в себе пять прямоугольников по вертикали, по горизонтали. И на самом деле это очень удобно, особенно для тех, кто работает с городской архитектурной фотографией. Ускорение графического процесса для экспорта. Если объем вашего графического процессора выше 8 гигабайт, ускорение графического процессора для экспорта будет включено по умолчанию. Но вот если у вас оперативки мало, как на моем компьютере, то необходимо сделать следующее. Переходим в редактирование, установки. В всплывающем окне выбираем производительность. Использовать графический процессор стоит авто. Выбираем настраиваются вручную. И вот здесь использовать GPU для экспорта необходимо кликнуть галочку. Теперь ваш экспорт будет работать немного веселее. Кликаем ОК. Ну вот такие достаточно интересные дополнения, изменения и новинки предоставила нам компания Adobe. Я понимаю, что официальные версии программ стоят далеко не у всех, но я думаю, что в ближайшее время все эти изменения и дополнения прилетят к нам в комплекте вместе с пиратскими копиями. Смекаешь? А на этом, друзья, все. Если видео было полезным, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это для меня лучшая награда. Ну а если хочешь получать уведомления о новых и полезных видео по обработке фото и видео, не забудь подписаться на мой канал. А я напоминаю, что вы на канале ArtFotoLife. Меня зовут Серджио. Желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok